Председатель облгосадминистрации Валерий Баранов с рабочей поездкой посетил Киев, побывал в районах Запорожской области, а также обсудил с городским головой Запорожья планы по дальнейшему развитию ЖКХ. Об итогах своей работы Валерий Баранов отчитался перед журналистами. Основное внимание на брифинге Валерий Баранов уделил вопросу помощи армии. Он рассказал, что многие районы области – Бердянский, Васильевский, Токмакский, Новониколаевский – активно оказывают помощь воинским частям и освобожденным территориям, хотя ряд районов придерживается пассивной позиции. По инициативе областной власти вскоре планируется организация добровольного сбора медикаментов с помощью аптек города, в которых будут вывешиваться списки необходимых солдатам медпрепаратов. Для размещения раненых участников боевых действий в нашем регионе власти намерены открыть реабилитационный центр. В Беленьком есть районная больница огромных размеров, которая не загружена практически, и они проявляют инициативу о том, чтобы из нее сделать реабилитационный центр. Кроме этого, у нас есть предложение по санаторию, который находится в Бердянске, где есть многоэтажный корпус, где афганцы проходили реабилитацию. Там есть все необходимые кадры и оборудование. Запорожские бронежилеты, созданные усилиями местных предприятий, успешно прошли окончательную проверку и готовы к сертификации. Преимущество наших бронежилетов отмечают специалисты в том, что это серийные изделия, то есть следующие партии данных жилетов будут не менее прочные, чем те, которые прошли испытания. Для их производства уже готов запас высококачественного металла в объеме 30 тонн. Результат хороший. Более того, те специалисты, которые стреляли, считают, что мы как бы поскромничали с классом, что это реально тянет на пятый класс. Поэтому мы благодарим Валерию Алексеевичу. Результат уже есть. В среду мы получаем сертификат Валерии Алексеевичу на пластину. Также в ходе брифинга Валерий Баранов рассказал о планах реформирования сферы ЖКХ совместно с руководителями города. Мы первое, что сделаем, мы проведем комплексную проверку компании-основания силами Министерства регионального развития. Мы договорились с Александром Ченсановичем, что мы рушим монополию компании-основания. По словам Валерия Баранова, Александр Син займется поиском альтернативной иногородней компании, которая в качестве испытания займется решением вопросов одного из проблемных районов города. Кроме того, в Запорожье запланировано создание новой коммунальной компании, которая будет работать на новых механизмах налогообложения.